Добрый день, уважаемые зрители! Московское время 17 часов 30 минут и начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин, я жду вашей реакции, плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. Итак, я жду вашей реакции. Все хорошо. Начинаем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас сегодня выходило. Выходило у нас следующее. В 13.00 был основной индекс потребительских цен. Годовые данные оказались хуже прогнозного значения. И годовые данные индекса потребительских цен совпали с прогнозовым значением, но показали отрицательную динамику. На этих данных европейская валюта сегодня дешевела по отношению к американскому доллару США. Ну а поскольку в 16.30 вышел еще и индекс потребительских цен, годовые данные оказались лучше прогноза. Это поддержал американский доллар. Абсолютный индекс тоже показал хороший рост, лучше чем прогнозировалось. Вот немножечко подкачал стержневой, так называемый, годовые месячные данные. Это тот индекс, который читается без учета цен на продовольствие и на энергоносители. По сути дела, сегодня у нас остается только индекс потребительского доверия. Мичиганский будет в 17.55 в конце нашего занятия и вступление члена Федеральной резервной системы, ФОМСИ или ФОМКИ, как это на сленге трейдер называют, господин Уильямс. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вы знаете, что если есть вопросы, вы пишите слово есть. Если нет, то ставим плюсик, поскольку вопросов нет. Смотрим, как у нас события развиваются с точки зрения технического анализа. Вот посмотрите, растет фьючерс на индекс американского доллара. На часовом фрейме это выглядит вот так. Сейчас немножко подтянутся данные. Данные подкачались. Буквально в текущий момент происходит рост. На азиатской сессии никакого роста, было практически боковое движение. Началось где-то чуть позже старта европейской сессии, потом дальнейшее укрепление, немножечко боковое. И вот на последних данных опять он чуть-чуть растет, индекс американского доллара. Теперь смотрим валютные пары, которые составляют этот индекс американского доллара. Начинаем с триады обратных котировок. Сначала смотрим евро-бакс. Тренд, нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатору СМА. Нет никаких отягчающих вину обстоятельств. Стандартное направление вниз, день продаж. Но, пожалуйста, не забывайте, что сегодня выходные дни. На носу у нас сегодня последний торговый день. Поэтому сейчас идет наверняка волна прилива. Вот то, что мы с вами сейчас наблюдаем. Поэтому здесь нужно подождать, пока будет волна отлива, и на формирование новой приливной волны. А это уже, скорее всего, сегодня произойти не может по определению. Но если все у нас останется как есть, динамика не изменится, то у нас в понедельник тоже сохранится день продаж. Поэтому то, что касается сегодняшнего дня, ну и немножко забегая вперед, как получается, что на понедельник, поскольку только если коренным образом изменится ситуация, у нас будет здоровая белая свечка, то тогда гистограмма может поменяться, либо значение нашего мувинга, что очень-очень и очень маловероятно. Поэтому, скорее всего, в понедельник тоже будет день продаж. Соответственно, нужно ждать, когда будет отлив. Отлив закончится, и на формировании новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу, когда вот этот прилив закончится, потом будет отливная волна, она закончится и начнется новая приливная формироваться. Вот только тогда определите момент входа, после чего нужно будет открыть часовой фрейм и подождать еще и консолидации. Вот когда все срастется, если все срастется, вы поставите отложенный приказ sell stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом и в качестве цели границы ценового канала. Записываем на текущий момент, это 1.1245. 1.1245. Вот такова цель по паре евро-доллар. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вы знаете, что если есть вопросы, нужно написать слово есть. Если вопросов нет, ставим плюсик, это означает, что можно идти дальше. Мы посмотрим с вами следующие валютные пары. Поскольку вопросов нет, смотрим британцы. Так, по британцу тренд нисходящий, а здесь тренд восходящий. Поскольку индикаторы друг другу противоречат, то мы делаем вывод, что сегодня не торговый день. По британскому фунту нецелесообразно открывать сделки по двум причинам. Первое то, что у нас нет с вами никакой доминанты, но если ситуация не изменится, она не изменится радикальным каким-то образом до понедельника, у нас конец торговой недели торговать сегодня нельзя. Ну и поскольку доминанта нет, мы пока что вынуждены просто смотреть на эту валютную пару в качестве сторонних наблюдателей с точки зрения консервативной трендовой торговой системы. Поскольку ситуация совершенно однозначная и не допускает никаких двусмысленностей, какого-то вторичного чтения, каких-то подводных камней, здесь ничего абсолютно такого нет. Совершенно прозрачная ситуация. Ситуация не торговой, поскольку доминанта нет, индикаторы друг другу противоречат. Поэтому мы переходим к следующей валютной паре, составляющей триаду, обратно котировок. Смотрим австралийц. Здесь у нас тренд нисходящий, пока что все остается, а здесь восходящий. Текущая черная свечка ломает нам всю картинку. Была надежда, что мы не пересекутся, и тогда бы у нас оба индикатора говорили о восходящем тренде. Пока что этот все еще остается в тренде нисходящим, хотя и в фазе отката. Поэтому здесь, поскольку нисходящий здесь восходящий, то же самое сидим на заборе, сделок не совершаем. День сегодня не торговый, доминанта нет, состояние неопределенности. Поэтому здесь тоже не торговый день, мы с вами не торгуем. Поскольку анализ обратных котировок мы с вами закончили, я просто обязан задать вопрос, что неясно, что непонятно, какие будут вопросы по обратным котировкам. Что, может быть, вызывает у вас какие-то сомнения. Если есть вопросы и пожелания, вы пишете слово «есть» и затем уже формулируете свою мысль. Желательно со знаками припинания, соблюдая орфографию, пунктуацию и так далее. Вопросов нет, есть только плюсики. Это означает, что можно идти дальше. И мы с вами плавно, не спеша переходим к триаде прямых котировок и, как обычно, начинаем с пары доллар к японской иене. Евро у нас с вами обратная котировка, иена прямая котировка. Но посмотрите, по обеим котировкам у нас сегодня торговый день, продажи и тут и там. Это означает, что что-то развивается достаточно нестандартно. Вот посмотрите, франк растущий, в целом растущий, да, я не беру сегодняшний день. Канадец тоже больше тяготеющий к росту, а вот японец, посмотрите, какой идет нисходящий, да, то есть по Японии развитие событий идет достаточно нестандартно. Итак, что у нас здесь? Тренд нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор ОСМА, нет никаких отягчающих вину обстоятельств. То есть по японцу у нас тоже сегодня день продаж. Но сегодня конец торговой недели, не забывайте, да, за выходные может произойти все, что угодно и для того, чтобы не попасть под гэп на выходные дни. Поэтому лучше сегодня не предпринимать действие, хотя сейчас идет достаточно активная фаза отлива. То есть все, что нам осталось, это подождать, когда отлив закончится и начнет формироваться прилив. Поэтому сегодня, даже если это все срастется и потом даже на часовом фрейме у вас будет консолидация, я думаю, что не очень резонно пытаться ловить рыбку в мутной воде, поскольку конец торговой недели. А вот если ситуация коренным образом не изменится с сегодняшнего дня, но вот на понедельник, посмотрите, если все будет так же, как есть, и эта свечка закроется, то тогда в понедельник у нас уже будет с вами не торговый день. То есть это сценарий только на сегодня. В понедельник, если свечка будет такая же белая, гистограмма будет повышаться, имейте в виду, в понедельник будет не торговый день. И там уже будет совершенно другая картиночка. Итак, здесь нам нужен сигнал осциллятора в продажу, сегодня. После чего еще и консолидация, отложенный приказ сел-стоп, точка выхода по стоп-лоссу в качестве цели 115 йен и еще 25 сен за один американский доллар. А вот теперь посмотрите, что получается с точки зрения диапазонной торговой системы, если мы здесь поставим галочку и посмотрим. Если события будут развиваться также, вполне возможно, что у нас по диапазонной торговой системе, не по трендовой, а по диапазоне, они очень часто вступают как раз в противоречие друг другу. Если торговый день бывает в одну сторону, скажем, по трендовой торговой системе, по диапазонной, очень может быть, что сигнал с точностью до наоборот может быть в противоположную сторону. Так вот, если здесь будет сигнал, это не значит, что можно будет торговать в покупку, поскольку цены, посмотрите, сейчас находится в средней третьей так называемой мёртвой зоне и это не будет означать что у нас будет день покупок несмотря на то что здесь вполне возможно будет сигнал осциллятора нам нужно выполнение двух условий первое сигнал и плюс цены должны находиться еще и в нижней третьей поэтому я пока что этот индикатор убираю с дейли и мы рассматриваем только один вариант который как я уже сказал действует только на сегодня если сегодня будет сигнал осциллятора в продажу оставшегося времени ну вряд ли хватит поскольку это 17 часовая свечка следующий будет только в 21 час только начнет формировать сигнал и закончит формироваться он как раз ровно в час ночи когда торговлю закроется поэтому за сегодня вы просто-напросто не успеете ничего сделать поэтому лучше воздержаться от торговли спокойненько подождать пока день закроется здесь я просто обязан задать вопрос что не ясно что непонятно какие будут вопросы поскольку здесь очень много разночтений очень много двусмысленности так жду вашей реакции что возможно осталось для вас за кадром если же все понятно то ставьте просто плюсик мы пойдем дальше посмотрим с вами следующие валютные пары вопросов нет это конечно не может не радовать только восхищает следующий швейцарский франк ну смотрите вы бесполезно на посмотрите все выстроилась в мире в линеечку поэтому понятно что сейчас лучше воздержаться от анализа этой валютной пары пойти дальше канадец тренд восходящей фазе импульса а здесь фазе откат ситуация не торговая по этой валютной паре не торгуем поскольку доминанта нет нас оба индикатора говорят о восходящем движении но только здесь фаза импульса здесь фаза откат поскольку фазы не совпадают у двух индикаторов значит мы обязаны склониться в сторону сомнения значит мы говорим что на рынке неопределенность лучше сегодня не торговать а тем более что еще и конец торговой недели евро франк тоже самое бессмысленно покажется смотреть у нас вот какая картинка получается совершенно нелепой поэтому ее смотреть не будем и у нас остается последний финансовый инструмент это наше с вами золото что здесь мы опять должны переставить верхнюю границу верхний уровень дончана старый пока что остается здесь ну и нужно перенести наш с вами полтинник вот таким вот образом вот на этот полтишок мы ставим с вами 50 процентный уровень упс вот так выглядит картинка на текущий день что здесь можно рассматривать фильтр продолжает смотреть вниз пока пересечении не произойдет значит все что о чем мы можем говорить да это только о продажах так нам диктует система черепах второй подход при отскоке на четырехчасовом фрейме консолидация и только тогда можем попытаться сварить будет пол порции черепахового супа если же цены будут расти и уровень будет повышаться дата у нас отскоки либо от уровня фибоначчи 23,6 либо от психологического уровня 1300 долларов за одну тройскую унцию какие будут вопросы что неясно что непонятно жду вашей реакции дело в том что мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ какие у вас будут вопросы что осталось за кадром что может быть не вполне ясно какие будут вопросы просят показать агрессивную торговую систему трудящейся который называется могучий аллигатор билла уильямса давайте посмотрим пасть открыта вниз по евро баксу естественно никакой торговли британец пасть прикрыта но очень резкие смены направлений и межфрактальное пространство составляет запредельную совершенно величину 75 пипсов это далеко за гранью допустимого австралиец не было опорных точек вниз поэтому открываться здесь нельзя было посмотрите да у нас минимум находится внутри в пасти аллигатора на это запрещается такая торговля поэтому по австралийцу тоже в режиме стендбай ждем пока пасть аллигатор закроется здесь тоже хотя пасти закрыта до опорных точек вверх нет японец пока что не позволяет торговать поэтому здесь тоже ждем по швейцарцу пока что не не будем анализировать когда вот на часовом фрейме вот эта свечка сместиться у нас дальше произойдет через парочку торговых дней до вот я так полагаю что во вторник аллигатор здесь уже немножко оживет пока что он все равно не серьезный по канадцу пасть открыто вверх понятно что начинать торговать сейчас нельзя вот это пожалуй весь анализ какие у вас будут вопросы что неясно что непонятно я жду вашей реакции вопросов нет ну что ж я благодарю всех за внимание с вами был двор сунгатуллин до свидания всего вам доброго я желаю вам удачи будьте внимательны осторожны берегите себя я всех нас с вами поздравляю сегодня пятница удачи всем